Централизованное тестирование на Брещене, начиная с момента регистрации и заканчивая непосредственно испытаниями, прошло без нарушений. Специалисты отмечают собранность и ответственный подход к делу абитуриентов, а также слаженность и профессионализм людей, которые работают в пунктах тестирования. Централизованное тестирование закончилось у нас 2 июля. По Брестской области, по всем пунктам проведения ЦТА, каких-то нарушений, удалений, естественно, не было. И это, в общем-то, достаточно хорошо. Почему? Потому что, в общем-то, показывает то, что наши, наверное, абитуриенты, ну, наверняка, более дисциплинированы, может быть, в отличие от других областей. Ну и, кроме того, естественно, работа самих пунктов показывает, что, в общем-то, мы можем проводить тестирование без каких-либо таких вот эксцессов. Было выдано более 54 тысяч пропусков по всем предметам. В этом году, напомню, что можно было пройти 4 предмета, но, опять же, ажиотажа какого-то не наблюдалось. То есть, примерно, каждый третий либо четвертый человек регистрировались на четвертый предмет. Общая неявка по области примерно 2400 человек. В настоящее время абитуриенты, которые в силу объективных причин не смогли попасть на тот или иной предмет в основной день, сдают его в резервный. Однако, период этот закончится совсем скоро. Сразу за ним стартует очередное время выдачи сертификатов. Ребята, соответственно, с 10 июля смогут получить сертификаты в тех пунктах, где они проходили непосредственно предмет. Нет. Сертификаты выдаем от 1 балла до 100 баллов. То есть, каких-то ограничений, соответственно, нет. Опять же, сертификат получает обязательно лично абитуриент при предъявлении паспорта. И он возвращает те пропуска, которые ему были выданы, с отметочкой «тестирование прошел». И взамен этого пропуска выдается сертификат. Представители центра тестирования напоминают период выдачи сертификатов. Образца 2017-го очень длинные. Закончится он 31 декабря 2018 года. А потому советуют не стремиться получить заветные квитки в первый же день выдачи. Как показывает практика, это длинные очереди и часы ожидания. К тому же, приемные комиссии вузов документы начнут принимать только с 12 июля. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ.